Кремлевским идеологам за эти выборы можно поставить твердую четверку. Допустили женщину, сменили просроченного коммуниста на здравомыслящего, тут же лишив его всякого здравого ума и решили вопрос с победой в первом туре руками самых ярких оппозиционных сил. Нелегко писать об Алексее Навальном, который продолжает считать своих сторонников идиотами. Еще недавно говорил с ними как с равными, но что-то переменилось. Вероятно, пришло осознание, что сторонники проглотят все. С великим удовольствием глотают новости про губернаторов, мэров, главдепартаментов, обязанных добиться явки не менее 70%. Это якобы тот самый звериный оскал административного ресурса. Тут господин Навальный, как это часто с ним случается в последние месяцы, неуклюже врет. Чиновники действительно должны добиваться высокой явки на выборах. И это правильно для любой демократической страны. Не агитировать за конкретного кандидата, а заманивать граждан участвовать в управлении государством. Для этого в день голосования людям должно быть удобно и комфортно добираться до участков, не ждать в очередях, подивиться в самодеятельности, погрызть халявную баранку. Конечно, региональные элиты в своем усердии перешагнут в любые преграды и обязательно нарушат правила агитации. Но Кремль не может иметь к этому отношения. Он сделал на своем уровне все, чтобы кандидат выглядел единственным. Он ничего не сделал, а это, между прочим, редко когда бывает. В первую очередь, подобрал блестящий канугломерат соперников. Помимо странных, но все же ярких усача, дамы, шизоида и вечного принципиала, добавлены блестящие вишенки в виде омбудсмена, коммуниста-коллаборанта и скучного не пойми кого. В таком пестром составе выборы становятся похожими на студенческую вписку, а дебаты должны закончиться пьянкой и мордобоем. Путин попал, или его погрузили, в почти идеальную среду, Цукцванг наоборот. Сейчас любое его действие или бездействие пойдет президенту на пользу. Даже раздолбанные в Сирии вагнеровцы – это победа Путина, потому что рядовому избирателю становится страшно, взрывая конфликт с Америкой и не серьезно полагать, что его разрешит какая-то очаровательная блондинка из Дома-2. Административный ресурс, мытьем или катанием, добьется приличной явки. Ярмарками, референдумами, бесплатными автобусами, да хотя бы обходом участковых. Где-то случится заступ за черту закона, однако уплек в повышении явки ничто по сравнению с каруселями и вбросами. Для того же, чтобы народ не запутался и не довел дело до второго тура, существуют заградотряды Навального, налево и направо обличающие относительно вменяемых кандидатов в подтасовке подписей. Введение корпоративов, ну и просто участие в нелегитимном и похабном действии. Это будет отличная проверка уровня политического влияния Алексея Анатольевича. Чем больше процентов наберет Путин, тем выше заслуга Навального в дискредитации остальных кандидатов. Возможно, с главным оппозиционером будущим власть станет считаться и даже назовет его по имени. Продолжение следует...